Я буду говорить сегодня о терпении. В Библии написано, в воздержании терпения – это тема моей проповеди. В воздержании терпения. Я не знаю, как вы дружите с терпением или нет. У вас получается или приходится? Иногда вынуждено, выбора нет. А иногда получается. Но очень часто люди говорят, не хватило терпения. А сколько его надо, чтобы хватало? Как мы можем это терпение иметь? Как мы можем взращивать терпение? Я думаю, это вам интересно услышать. И в первой части я хочу сказать важные моменты, насколько это важно и необходимо. Вообще жизнь – это длительная школа терпения. Без терпения жизнь человека превращается в ад. Это проблема для человека и для окружающих. Поэтому то, что я сейчас буду говорить, это актуально и важно. Итак, важность терпения. Почему мы в нем нуждаемся? Нуждаемся. Что об этом говорит Библия? Давайте мы сейчас это посмотрим. Важность терпения. Первый стих, который я буду читать, это притча Соломона 16.32. Там написано, долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Я знаю, что у вас есть желание совершать подвиги. Но Библия говорит, что владеющий собою лучше, лучше, лучше завоевателя города. Вот почему это нам жизненно необходимо. Еще один стих я просто прочитаю. Послушайте. «У терпеливого человека много разума, а раздражительный высказывает глупость». Много разума желаете иметь? У терпеливого человека много разума. Действительно, истинное величие человека в том, чтобы владеть самим собой. Своим терпением человек может сделать больше, нежели своей силой. Вот почему нам необходимо в воздержании терпения. Вы слышали такое выражение? «А я терпеть тебя не буду». «А я это терпеть не собираюсь». Как вы думаете, какой будет результат? Какое решение человек принимает, так и будет. Но почему-то вас-то терпят, почему-то другие терпят. Христос, в конце концов, терпел. А почему это вдруг ты не будешь? Вы знаете, когда мы испытываем определенное давление в нашей жизни, то наша плоть очень активна. Вместо того, чтобы успокоиться и подождать, мы начинаем действовать и говорить. Поэтому воздержание – это серьезная предпосылка для терпения. А сейчас несколько моментов, почему нам это жизненно необходимо. Момент номер один. Терпение необходимо, чтобы наследовать обетование. Обетований в Библии очень много. В Евреям 6, 11 написано, «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной верности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Вы знаете, что мы в служении Богу людям можем ослабевать. И ревность наша может угасать. Но важно дойти до конца. Важно претерпеть до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Многие в зале этом когда-то трудились, когда-то что-то делали. Сейчас их руки опущены и крылья сложены. Библия говорит, «Я ревную Богу об этом ревнуюсь, чтобы ваши сердца не обленились, но чтобы вы верой и долготерпением наследовали обетование». Часто человек приходит к Богу, ему говорят, «Все в твоей жизни будет хорошо. Бог исцелит тебя, твои немощи и болезни, Бог благословит тебя, в твою жизнь придет благословение и успех». Все это неплохо, но достичь это можно верою и долготерпением. Верою и долготерпением. Нравится вам это или нет, но наше время – это не Божье время. И если вы хотите наследовать обетование, то нам надо научиться ждать. Сколько обетований в Божьих, которые Бог желает, чтобы это было в жизни твоей и моей, но чтобы все это иметь. Господи, помоги нам все это иметь. Например, когда совершается какое-то деяние, что-то мы делаем, это всегда испытание, это всегда небольшой стресс. Поэтому может что-то не хватать, кто-то может не прийти, но самое главное или самое ужасное, когда человек теряет при этом терпение, не являя образа Божьего и славы Божьей. Следующий момент, почему нам необходимо терпение. Терпение необходимо для спасения. Терпением спасайте души ваши. Терпением спасайте души ваши. Вы скажете, как, Господи, как? Ведь же написано, что верой мы спасаемся. И это правда. Но если вы уже спасены, чтобы вам дойти до конца свое спасение, то нам необходимо что? Терпение. Не зная этого, многие сегодня уходят от Бога и оставляют церковь. Вы знаете, что для меня важно, как проповедника, не то, как много я проповедую, а как долго я это делаю. Что это значит? Написано, подражайте наставникам вашим и, взирая на кончину дней жизни их, подражайте вере их. Начал я проповедовать 14 лет, но я хочу так закончить, проповедуя пламенно и от души. Библия говорит, смотрите, конец дела лучше начала его и терпеливый лучше высокомерного. Конец дела лучше начала его. Многие из нас хорошо начинают, но не так хорошо заканчивают. Вот почему Бог сегодня предлагает нам встать и продолжит то, или еще наоборот усилит то, что однажды вы делали. Да благословит вас Бог. Во имя Иисуса. Почему еще нам необходимо терпение? Терпение необходимо для преодоления трудностей. Трудности – это то, что мы не всегда нежеланны, мы не всегда ждем, но тем не менее они приходят в нашу жизнь. Библия говорит, Якова 1,12, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит вине жизни, которую обещал Бог любящим его». То есть терпение, оно помогает нам преодолевать определенные трудности, которые встречаем мы на пути практически каждый день. Но испытание нашей веры, оно обнаружит всегда наши слабости. И если это эмоции, то часто это приводит человека в страх и депрессию. Если это просто какие-то плотское наше естество, то всегда будет что-то такое, что это какая-то разгнузданность или разращенность. Если это область взаимоотношений, то это гнев или крик. То есть испытание, оно показывает нашу истинную цену, чему мы достигли и какие мы имеем плоды в нашей жизни. Даже небольшое дуновение ветра, оно способно выбить человека с колеи. «Но никогда не теряйте терпение». Это последний ключ, который откроет вам все двери. Многие двери для нас закрываются только потому, что мы не проявляем терпение. Вы только вот сейчас восхищались музыкой, но вы никогда не будете преуспевающим музыкантом, если вы не проявите настойчивость и терпение. Нам нравится, когда что-то мы видим в других. Но к себе, к себе, чтобы все это применить, мы должны знать, что это все чего-то стоит. Я наблюдал в своей жизни, когда люди говорили, я хочу быть там спортсменом большим, я хочу играть там в сборную и так дальше. Большим хочу быть человеком, но если человек не может подняться утром вовремя, то об этом можно только мечтать. Поэтому желания, хотения какие-то, это неплохо, но достигается все это большим трудом и в результате нашего серьезного терпения. Еще один момент, почему нам необходимо терпение, для построения здоровых взаимоотношений. Библия говорит, в притче Соломона 15, 18, для построения здоровых взаимоотношений. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. То есть терпеливый человек, если такого вы встречаете, даже встречая какой-то раздор или расприю, он приносит умиротворение, он приносит успокоение. А вспыльчивый человек, который загорается, как спичка, возбуждает что? Раздор. Послушайте, какая трагедия, когда в человеке нечего предложить взамен на злобу или грубость. Он не обладает внутри добрыми плодами, плодом Святого Духа. Он просто не имеет терпения, поэтому во время трудное Он поступает и действует по плоти. А значит, получается, это зло за злом. Ты мне, а я тебе. Это духовная пустота. Это бесплодная. Бесплодная жизнь. Когда человек пришел к Богу и примирился с Богом, это не значит, что его характер изменился. Но когда Бог не спешит к нам с ответом или с помощью, через задержку во времени Бог формирует наш характер. Иногда проходят годы, прежде не жале все, все мы будем серьезно изменены. Иногда проходят годы, а человек как мучился от раздражения, так и мучается. Как страдал, так и страдает. Поэтому посещение церкви – это еще не все, что нам необходимо, чтобы наша жизнь радикально менялась. Но Христос наш скоро придет. И нам необходимо сегодня приобретать что? Терпение. Терпение. Терпение – это результат усилий и практических наших деяний. Это то, что приходит с опытом, приходит и приносит, или когда мы привыкаем, привыкаем себя через какие-то навыки, учим себя терпеть, любить и побеждать. Без этого невозможно построение здоровых взаимоотношений. Без этого вы никогда не будете обладать истинным счастьем. Без этого мы не сможем разделить вечность с Иисусом Христом. Вот почему написано, что это нам необходимо. Еще один момент. Чтобы получить обещанное, нам необходимо что? Терпение. Библия говорит, «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Воздаяние будет каким? Великим. Но, чтобы это воздаяние получить, что написано? Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Вы к чему-то стремитесь, но еще не получили обещанного, то, что Бог обещал вам. Часто это происходит только потому, что вы не научились терпению. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, мы получили обещанное. Наше спасение – это труд Иисуса Христа, Его смерть на кресте за нас. Я хочу вам сказать, что спасение Иисуса Христа, оно не было мгновенным или быстрым. Это была работа, или это результат смирения и терпения. Аминь. Вот смотрите, иногда о человеке говорят или пишут, что он спас, например, утопающего. Иногда тот, кто спасает, он, попадая в стрессовую ситуацию, сам не дает отчета, что он делает, но он принял вызов, бросился в воду и человеку помог. Иногда, когда он сам чувствует опасность, он, может быть, даже сожалевает, что он не подумал и сделал какое-то быстрое решение, но отступать уже некуда. Он попал в эту ситуацию. Послушайте, и таким образом оказался спасителем. Но наш Иисус Христос, это не было каким-то быстрым, таким мгновенным спасением, а это длинная дорога на Голгофу. Это длинная дорога на Голгофу. Посмотрите, что об этом говорит нам Библия. «И так не оставляйте упование ваше, о котором предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получили вы обещанное». Я хотел, чтобы вы еще увидели евреям в 12 главе. Там сказано об Иисусе Христе. Следующее. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». И дальше написано как? «С терпением будем проходить принадлежащее нам поприще». Мы должны что-то ставить и следовать за Иисусом как? С терпением. И следующий стих там написано так. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел что? Крест. Пренебрегший посрамление, Ива села десную престола Божия. Он претерпел. Ему надо было серьезно терпеть. А вы говорите, а я терпеть все это не собираюсь. А вы собираетесь вообще со Христом проводить вечность? Господь, помоги мне, помоги нам исполнить волю Божию и получить обещанное. Я еще хочу вас спрашивать, вы дружите с терпением? Это то, что нам жизненно необходимо. Это тот плод, который Бог желает взращивать в тебе и во мне. Когда вы, например, переживаете какое-то присутствие Божье, ваше сердце наполняется миром, любовью, покоем, терпением. И когда это приходит в вашу жизнь, Бог желает, чтобы вы это развивали в практической жизни, чтобы этот плод в вас возрастал и умножался. А проявляем мы этот плод во время благопотребного, то есть во время блага, во время Божьего посещения. Я уже говорил, что в церкви особого терпения не надо, хотя иногда тоже. Надо что-то переждать. Правда? Но когда мы попадаем в испытание, тогда мы должны принести этот плод или явить этот плод. Я не знаю, каким человеком вы, ты будешь. Это тот, который под давлением бросает и все уходит, или тот, кто будет продолжать ожидать ответ с терпением. Запомните, что плодоносная жизнь это подготовка к вечности, это подготовка к правлению. Я прочитаю вам один стих, послушайте. Верно слово. Вы верите, что оно верно? В чем истина это слово? Если мы с ним умерли, брат читал впереди меня, то с ним что? И оживем. Если терпим, то что? Ну, смелее, то с ним и царствовать будем. Царство – это то, куда мы стремимся. Одно дело верить, а другое дело терпеть. Но чтобы войти в это царство, чтобы наследовать это обетование, нам необходимо что? Терпение. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Итак, если вы желаете участвовать в вознесении Иисуса Христа, значит, вы должны умереть вместе с Ним, а потом продолжать путь свой, претерпевая или приобретая терпение, следуя за Иисусом. И, наконец, последний момент, почему нам жизненно необходимо терпение. Через наше терпение прославляется кто? Бог. Через наше терпение прославляется Бог. Библия говорит, Иоанна 15, 8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Я уже говорил, что долготерпение – это плод Духа. Чем и как прославляется Бог? Через плод Святого Духа. То есть служение наше, оно с помощью и через плоды Святого Духа Богу угодно. То есть наша способность, моя способность терпеть, она прославляет Бога. Одно дело, когда мы поем на сцене, прославляя Бога. А другое дело, когда мы обладаем терпением. Мы думаем, что если ожидать и просто терпеть, какая здесь слава Божья. но именно через это велико прославляется Бог. Мой Отец, который воспитал меня, он был очень терпеливым человеком. Я смотрел на Него и всегда удивлялся. У меня был один, как это можно вынести и как это можно терпеть. И сколько я помню, когда он был больной, когда боль была невыносимая, он никогда не жаловался, стонал тихонько, ничего не говоря. Когда он попадал в особые области испытаний или давления, он никогда, я не видел в нем проявления раздражительности. Он был хорошим примером для меня, и он воспитал меня в основном своим личным примером. Почему это нам сегодня так важно? Он не только через терпение твое прославляется Бог, но вы оказываете серьезное внимание, положительное влияние на окружающих. Сегодня люди, которые окружают нас, они желают видеть это в святом Божьем народе. Как мне хочется вместе с вами Бога прославить. То, что у вас сокрыто, оно не будет выявлено, оно не проявится, пока оно не прольется наружу. И, например, когда вы попадаете в трудные обстоятельства, если у вас есть плод терпения, он обязательно проявится. Послушайте, если этого плода нет, то вы бесславите имя Иисуса. нам должно быть за это поведение стыдно. Как часто, как часто вот этого совершенного действия в терпении нашем не хватает. Мы начинаем хорошо, а заканчиваем плохо. Мы начинаем терпеть, а в конце концов увидели, что этого терпения во мне оказалось, что мало. не было совершенного действия, а значит, что Бог не прославился. Но претерпевая, мы сами учимся терпению, мы приобретаем но навыки, мы учимся, и каждая твоя победа это путь к приобретению результата и плода. Вы знаете, я хотел бы даже просто, чтобы вы поупражняли, слушая вот этот урок сегодня. Например, заведите небольшую какую-то записную книжку для себя, и вот так прожили неделю, если был проявлен плод терпения, это вам будет в плюс, в зачет, хороший зачет. Но если вы в течение этой недели в какой-то день не проявили терпение, вы должны сказать в течение недели или в конце недели, Господи, прости меня, мне стыдно за себя, что я иногда просто позорю Твое имя, что я просто не делаю чести своим поведением для всего христианства. Господи, помоги нам. И когда вы будете так себя настраивать, когда вы будете практиковать, когда вы будете анализировать свою жизнь, вы будете видеть, что ваши результаты возрастут. Я верю в то, что вся наша духовность, которую вы имеете или переживаете в личной жизни, сила Святого Духа нам дана, чтобы мы в конце концов с Божьей помощью принесли плод для Царства Небесного, чтобы мы обогатились всей Его полнотою. Если Он претерпел, то и нам, что положено, как жить, претерпевая, да благословит нас Бог. Вы помните об этом селении, где сейчас идет евангелизация, миссионеры наши трудятся. И вот там председатель сельсовета, которая уверовала, она испытала серьезное давление со стороны односельчан и насмешки. Но удивительно было то, что когда она пришла к миссионерам, она нашла вот эти места из Библии и начала читать. Да, мне сейчас трудно, но написано, Христос терпел, Христос страдал. Значит, это и наш удел. Это нормальная жизнь для нас. И это было огромным благословением для миссионеров, что она, читая, она сама находила какие-то ответы на свои вопросы. Библия говорит, пример злострадания или долготерпения. Возьмите, братья мои, кого? Иова. Как он терпел? Он имел прекрасную семью. Он имел несметное богатство. Большие богатства. Но в один день, в одно мгновение все это он потерял. У жены закончилось терпение, а Иова говорит, Бог дал, Бог и взял. Почему он не расстраивался, как это обычно делают люди? Почему он не упал в панику или в расстройство? Потому что Иова верил и знал, что все, чем он обладал, это было не его, а это дал ему кто? Но Бог. Когда мое, и я теряю свое, мне всегда больно, я всегда буду расстраиваться. Но когда это Бог дал, то Он имеет все основания в свое время это же и забрать у нас. Наша жизнь в руках вечного Бога. И я хочу вам сказать, что терпение, оно перекликается с нашим упованием. И если мы уповаем на Бога, если надежда наша на Христа Иисуса, то это надежный якорь, которого нельзя видеть в бушующем океане, но тем не менее он корабли надежно держит. Человека, обладающего терпением, вы ее не увидите среди большой толпы, но послушайте, когда придет буря или шторм в ваше окружение, то терпеливый обязательно Бога прославит. Господи, помоги нам так жить. Библия говорит, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне, что он, приближается. Братья и сестры, долготерпите и вы. Я не знаю, насколько это сегодня актуально для вас, но я понимаю для себя, что признаки апостольства это не какие-то проявления чудес или знамений, а это способность, это способность перенесить скорби, это обладание терпением. Апостол Павел, как-то защищая себя, помните, как он говорил, в безумии моем я хочу сказать, что я тоже чем-то обладаю. И он начал перечислять. Я многократно был, терпел кораблекрушение на море, я был при смерти, меня побивали камнями. Сколько, вы можете прочитать, там практически целая глава посвящена этому. И он защищаясь, он говорит, ну вот, мои результаты, несмотря на все это, он говорит, у меня получилось. И он говорит, долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне, что? Приближается. Вы верите в то, что оно приближается? Значит, нам необходимо, жизненно необходимо, что? Терпение. Если вы периодически взрываетесь, ваша жизнь еще далека от христианской жизни. Поймите меня правильно. Я люблю, когда люди поют, когда люди участвуют в добрых делах, но наша ценность, это не то, что я делаю, а то, что я из себя представляю. Наша ценность состоит в том, какой я человек, чего Бог достиг во мне, как бы мне хотелось, чтобы Христос, который умер за меня, Он смотрел на подвиг своей души с довольством, чтобы, когда мы встретимся, Он сказал, за это человека, я не напрасно умирал, не напрасно Он посещал церковь. Все, что я желал, я достиг в нем. Слава вечному и святому Богу. И заканчивая, я хочу сказать вам несколько мест из Библии, то есть или из одной главы, это 2 Корфея нам 6, с 3 главы и дальше. Давайте мы прочитаем это вместе. Смотрите, как жили апостолы, мы никому ни в чем. Это трудно представить, никому и ни в чем. Не полагаем притыкания. Вы знаете, что многие люди уходят из церкви или иногда уходят из церкви, притыкаясь на чем-то поведении, на чьих-то поступках. Когда мы, как мы ведем себя на работах своих, как мы ведем себя в практической жизни, мы или человека поднимаем, или притыкание полагаем, люди видят нас или нашу жизнь, не желают посещать церковь. Вы удивляете, почему они не идут туда? Причина состоит только в этом. Но апостолы говорят, мы ни в чем и никогда. Представьте, что это была за жизнь? Мы никому и ни в чем, ни в малом, ни в большом. То есть моя жизнь главная, чтобы люди не приткнулись. Допустим, света во мне не хватает, но мне главное, чтобы я не послужил соблазном для окружающих. Я говорю, Господи, да, у меня не все еще получается, но я не могу так безответственно вести себя, потому что люди, они смотрят на нас. Мы никогда ни в чем не полагаем притыканец, чтобы не было порицаемо служение. Служение, вы можете служить годы и одним днем перечеркнуть свое служение. Вы можете помогать ближним там целый день, но одним своим высказыванием перечеркнуть все ваши усилия. Поэтому служение, это серьезно, но и подготовка к служению, это не менее важно. Служитель, он должен быть, не так ли? Мы сегодня имеем серьезное призвание, но во всех, но во всем являем себя как служители Божьи. В чем? В великом терпении. В чем величие служителя? В чем ее величие авторитет? В великом терпении. В великом терпении, то есть великие люди, это люди великого терпения, великие люди, они никогда бы не стали великими, если бы они не обладали терпением. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Послушайте, никогда не бойся, что тебе приходится терпеть больше остальным, не бойся претерпеть больше других. Потому что Библия говорит, что Бог сверх сил, никому ничего, никаких испытаний не посылает. Никогда не думай, что то, что ты встретил, это выдержать невозможно. Возможно, если ты доверяешь Богу во имя Иисуса Христа. Дальше давайте мы посмотрим под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях и постах. Это, знаете, как на фронте. Как будто идет война. И постоянные удары, постоянные изгнания, постоянные непонимания, постоянные бдения и посты. Дальше, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, даже в Духе Святом, надо являть себя, как служители Христовы. В нелицемерной любви, в Слове истинные, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Послушайте, всегда мы неплохо себя чувствуем, когда нас благодарят, когда нас по головке гладят, но когда нас выговаривают. Вот представьте себе ребенка, который наказывает родителей. Скажите, он будет благодарить родителей? Он много благодарный вам? Я не думаю, послушайте, ему все это нравится? Я не думаю. Но скажите, ему это все полезно? Безусловно. Все, что вы встречаете в вашей жизни, оно, может быть, вам не нравится, но оно вам жизненно необходимо. За нашей жизнью наблюдает сам Бог. В чести и бесчестии я должен быть тем, кем я должен быть. И я буду тем, кем я являюсь. И мы не знаем, мы не можем гарантировать наше будущее даже на завтра. Что ожидает каждый из нас? Безчесть или бесчестье. Но мы знаем, кем мы должны что быть. При порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Вы знаете, что меня радует? Что живя в одной большой семье, мы не дадим задремать друг другу. Мы не дадим кому-то опуститься на духовно какой-то низкий уровень. Мы будем зажигать друг друга, мы будем поджигать, мы будем служить испытаниям друг для друга, мы будем формировать друг друга для вечности, мы будем притираться. Мы не случайные люди здесь, но Бог изменит нас, и мы вместе встретимся у ног Христа. Аминь. Слава Богу. Давайте еще чуть-чуть, некоторые стихи мы будем молиться. Мы неизвестные, но нас узнают. По каким характеристикам узнают нас? По каким параметрам мы неизвестные, нас узнают? Господи, по каким характеристикам? Послушайте, я когда смотрю, например, на жизнь апостола Павла, мне в нем все восхищает. Но я вам приведу один пример. Вы помните, когда они были в темнице? Они там пели. Мною проповедники, они на эту тему проповедуют, они говорят, вот они славили Бога, и узы их ослабели. Помните? Они славили Бога, и темница эта поколебалась, и так дальше. Я верю, я верю в славословие. Я понимаю, насколько это важно. Но послушайте, я вам хочу сказать что-то еще более серьезное и важное. Они славили Бога, узники слушали, они удивлялись их пению. Там не часто люди поют песни, а тем более от избытка радости и от души. Но они пели. И это привлекло внимание уже остальных. То есть, если вы как христиане будете обладать плодом радости, например, если наша молодежь загорится и будет сиять от счастья, люди будут сюда валить валом, чтобы посмотреть на эту удивительную молодежь. То есть, радость это нормально, послушайте. Но ничего не менялось. Потом написано, когда они пели в единстве Духа, я так верю, когда они соединились в Духе, когда какая толпа движется в одном Духе, то это вызывает определенные колебания или волну. Когда солдаты идут с троем по мосту, они могут разрушить его. И вот это их пение в одном Духе, оно вызвало определенные колебания. И темница эта разрушилась. Разрушилась, и все. Я говорю сейчас о важности терпения. Каждый из них имел возможность убежать. Скажите, пожалуйста, почему они не убежали? Пришел страж и говорит, я должен наложить на себя руки, потому что меня ожидает суд, меня казнят, потому что узники разбежались. А Павел возвысил голос и говорит, слушай, не волнуйся, не делай этой глупости, почему? Потому что все мы здесь. И именно вот этот момент поразил вот этого стража, и он пал на колени и говорит, что мне делать, чтобы спастись. Вы знаете, нормально люди, когда христиане славят Бога, это хорошо. Нормально, когда мы видим признаки последнего времени и говорим, землетрясение совершается по местам. Значит, Господь наш грядет. Можно привести статистику, что, например, за последние годы землетрясение увеличилось многократно, но вы вряд ли убедите человека далеко от Бога, чтобы он пришел и покаялся. Хотя это признаки последнего времени, но чем вы можете сразить любого грешника? это тем, как ведет себя здесь апостол Павел. Когда все разбежались, он говорит, а мы все здесь. То есть, вы знаете, когда вы испытываете давление, то плоть начинает активно действовать. Вам хочется куда-то бежать, вам хочется что-то сказать, вам хочется что-то доказать. и мы часто попадаем наоборот в беду, но нам надо научиться терпеливо ждать. Смотрите, он был там по воле Божьей, он пришел туда проповедовать, но вместо удачи все было против него. Казалось бы, Павел попал не туда, куда надо, и он должен разобраться в том, что происходит в ее жизни. Но когда была возможность бежать, он не бежал. Знаете почему? Потому что он знал, что план Божий был на то, чтобы он пришел в этот город. Он не знал, как грешники будут каяться через проповедь в Доме культуры или в церкви, или же через проповедь или поведение в тюрьме. Он не знал, как это будет. Но он ждал, когда в ситуацию вмешается Бог. А когда Бог вмешался, когда Он, выполняя свое предназначение, Он не стал убегать. Если вы люди нетерпеливые, то вы обязательно воспользуетесь любой возможностью, чтобы убежать. чтобы повоевать, чтобы просто проявить свое нетерпение и злобу. Но если вы терпеливы, вы будете ждать. Вы помните, я говорил, что иногда люди, соприкасаясь с давлением, они выходят из себя. И я говорил, когда вы выходите из себя, есть опасность в том, что вы можете не возвратиться назад. А апостол Павел говорит, все мы здесь. У меня в сердце спокойно. Вы понимаете? Я не выхожу из себя. Эта ситуация, она идет по плану Божьему. Поэтому он говорит, все мы здесь. Поэтому нормальная жизнь христианина, это такая жизнь, когда вы попали в стрессовую ситуацию. А вы сидите, говорит, все идет нормально. План Божий в моей жизни осуществляется. Я еще не знаю, чем это все закончится для меня, но я верю, что результат будет хорош. Я еще никогда не встречал такого непонимания. Еще никогда так люди не относились ко мне, но я верю, что результат в конце концов будет хорош. При каком условии? Когда я сохраняю самообладание. Когда через я свое поведение прославляю Бога. Когда я говорю, Господи, мне терпеть трудно, но Ты помоги мне при этом. Я не говорю, Господи, я терпеть не собираюсь. Нет. Я прошу Господа, помоги мне. Я хочу Тебя прославить. А сейчас такая прекрасная возможность. Послушайте, в течение каждого прожитого дня у вас есть возможность Бога прославить или наоборот обесславить. И наше служение не заканчивается в церкви. Поэтому я хочу, чтобы вы были людьми, прославляющими Бога. Людьми, прославляющими Бога. И Библия, кто приносит много плода, тот прославит меня. Пусть ваша жизнь будет благословенна и плодоносна во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы встанем и помолимся.